здравствуйте всем мои дорогие зрители снова рада вас видеть на своей итальянской кухне сегодня мы приготовим потрясающий очень очень вкусный легкий тортик который называется меренгата алла фрукта а теперь небольшой экскурс в историю торт меренгата состоящий из итальянской меренги изобрел швейцарский кондитер итальянского происхождения по фамилии гаспорини в 18 веке он создал этот десерт для принцессы марии обещанных жены луиджи 15 мария дочь польского короля станислауса листинского просто влюбилась в этот десерт и захотела познакомиться лично с кондитером их встреча произошла в швейцарском городе меринген откуда родилось название меринга мария антуанетти также обожала этот торт в котором использовался кстати крем шантили и угощалась в своем королевском дворце версаль похоже что почти все дамы королевского происхождения были покорены данным десертом также поклонница его является королева великобритании элизабетта поговаривают что попробовав его впервые она воскликнула о это похоже на поцелуй так давайте же поскорее приготовим это королевское лакомство для начала с обратной стороны пекарской бумаги я рисую два круга нужного размера так я смогу легко определить и создать коржи одинакового размера и у меня коржики будут небольшие а теперь посмотрим какие продукты нам потребуется для этих коржей 100 грамм белка 220 грамм сахарной пудры несколько капель лимонного сока и немного соли для промазывания коржей нам потребуется 400 грамм сливок ваниль по вкусу и также можно добавить пару столовых ложек сахарной пудры для наполнения торта мы будем использовать ягоды в данном случае у меня есть малина шелковица черника красная смородина и клубника готовим коржи в белки добавляем немного соли и начинаем взбивать затем несколько капель лимона и также продолжаем взбивать на высоких оборотах миксера добавляя затем понемногу сахарной пудры добавив всю сахарную пудру взбиваем еще немного массу до плотных пиков вот такой лентой должна тянуться наша масса за венчиками прикладываем массу в кондитерский мешок и выкладываем ее на пекарскую бумагу в виде таких вот коржей обрисовка карандашом с обратной стороны бумаги помогает нам сделать это ровно и аккуратно можно разровнять массу ложкой но особенно сильно не старайтесь сделать коржи с ровным верхом это абсолютно ни к чему оставшуюся от коржей меренгу выкладываем на свободное место на противне все это пойдет на посыпку по краю торта отправляем коржики сушиться в духовку на 90 градусов на 4 4 с половиной часа с функцией вентиляция через два часа коржи можно перевернуть если они уже почти сухие периодически я духовку приоткрывала чтобы выпустить воздух на момент снятия видео у меня не было картонных дисков для подложки торта и я сделаю его сама просто вырезав круг из плотного картона с радиусом коржей торта и обтянув его пищевой пленкой прошло время коржики выпеклись и как вы видите один сломался на две части потому что я слишком рано решила его перевернуть на другую сторону но это абсолютно не является проблемой в торте этого видно не будет теперь разбиваем охлажденные сливки подсыпая немного сахарной пудры в процессе на глаз не советую сыпать много сахарной пудры так как коржики уже очень сладкие и кстати вы можете сливки вообще взбивать без сахара и сахарной пудры тут уже смотрите по своему вкусу последнее приготовление перед сборкой торта я нарезаю наши маленькие меринги которые пойдут для осыпки краев торта не мельчите ну а теперь самое интересное сборка я приклеиваю с помощью сливок нижний нагломленный корж к диску затем выкладываю часть взбитых сливок и ягод в данном случае у нас идет черника и малина малину я разделила на две части сверху все накрываем вторым более ровным коржом бока промазываем сливками наверх тоже выкладываем сливки все немного без фанатизма разравниваем идеально ровный этот торт быть не может кстати и не должен и меренговой посыпкой украшаю бортики торта на тарелку для торта я наношу немного сливок и приклеиваю диск на котором стоит тортик таким образом ничего не съедет и не соскользнет наверх торта украшаю ягодами листиками мяты в произвольном порядке кстати я забыла про шелковицу поэтому в видео вы ее увидите я покажу конечный результат вам на фото с шелковицей вообще чем ягод больше и чем они ярче и контрастнее тем конечно же красивее получается этот торт а еще ягоды не позволяют торту быть слишком приторным дают свежесть вкуса и легкость поэтому ягод не жалейте можно и заменить кстати на фрукты например киви апельсин банан персик абрикос я лично обожаю эту версию меренгаты ну что ж готовьте этот тортик по моему рецепту спасибо вам за внимание жду ваших комментариев и пока пока